В обновленном зале городского Дома культуры 14 ноября состоялся финал легендарной игры КВН открытой Пинской лиги. За кубок боролись шесть команд из Пинска, Солигорска, Витебска, Гродно, Бреста и Минска. Над острыми шутками смеялась и наш корреспондент Рядна Гребенюк. Выпускник музыкальной школы по классу орган пошел работать по распределению. Поезд «Витебс-Москва» отправляется с первой платформы третьего пути. Команды буквально шутили обо всем. О новом костюме ведущего, о легендарном пинском бюстгальтере не обошли стороной и футбольный клуб «Волна». Скажите, какой вам удалось выиграть матч? С Божьей помощью. Короче, Божьей, я не готовлюсь, а не судьбой, а судьбой, а судьбой, а судьбой, а судьбой, а судьбой, а судьбой. В этом сезоне за звание победителя боролось сразу шесть команд. «Кися», «Лучший подъезд», «Полесская сборная», «Свитер», «Бати», «Золотой век», «ДНК». Финальная игра состояла из трех испытаний – визитная карточка, разминка и музыкальный фристайл. Каждая команда постаралась показать не просто интересные выступления, а продемонстрировать острый ум и искрометный юмор. Недавно мы всей командой ездили отдыхать на природу. Представьте, водитель психанул. Я сейчас выпью и никуда больше не поеду. Тихо, 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 тихо. Илья, медленно поставь стакан на землю. А теперь пни его ко мне. Финальную игру судили пять членов жюри под председательством Ефима Маратовича Дурнопейко, руководителя туристического агентства «Роза Ветров». Именно он подготовил специальный приз для лучшего актера сезона 2019 – путешествие по Балтике на большом круизном лайнере. После длительных обсуждений лучшей была признана Юлия Ковалева из команды «Кися» города Солигорска. Я отправляюсь в круиз по Балтийскому морю. Это очень круто. Я стояла за сценой и говорю, блин, кому же достоинся этот крутой приз? Потому что на пароме это очень круто. У меня один раз был опыт. И я очень, ну, я говорю, повезет человеку. Ну, вот этого я точно не ожидала. Для Юлии этот подарок станет своеобразным свадебным путешествием, поскольку месяц назад она вышла замуж за капитана команды Владислава Ковалева. Что доказывает, КВН давно стал больше, чем просто игра. Как жить с КВНщиком в целом? Сложно. Очень сложно жить, очень сложно подобрать слова, наверное, чтобы это описать. Потому что мы даже познакомились, в принципе, наверное, на сцене в первый раз в жизни. И когда живешь, то есть вместе с человеком, и у вас одно общее дело, то ты видишь его практически 24 часа в сутки. Ну, наоборот, мне кажется, за счет, наверное, КВН мы и живем вместе. По результатам оценок жюри победителем финальной игры открытой Пинской лиги КВН стала сборная команда из Бреста и Гродно «Золотой век». Да, хочется большего. Команды супер сегодня. Как раз этот сезон был, скажем так, портфолийным, который можно показывать, который можно... Здесь было очень много людей, которые занимаются большим телевизионным творчеством. И из ТНТ, из Лиги смеха. Команда КВН принимает участие. Полесская сборная также играет в Лиге смеха полуфиналисты. То есть очень много телевизионных людей, лиц творческих натур. Ну, конечно, хочется больше, больше игр. Но ввиду того, что всякие объективные причины есть на то, например, там, ремонт зала и так далее, нам не удалось полностью отработать сезон в полной мере. Но надеюсь, что в следующем году будет намного ярче, круче и, естественно, задорнее. И самое главное, смешнее приходить к нам на КВН. У нас весело, круто и уже тепло.